Сегодня, дорогие мои друзья, мы поговорим с вами о замечательном растении. Посмотрите, дорогие мои, вот это с голубыми цветочками, нежный, прекрасное растение, которое знают все, наверное, друзья, но о целебных свойствах этого растения не подозревает немногие и знают немногие. Сегодня мы поговорим с вами об этом растении. А называется это растение цикорий. Доброго времени суток вам, дорогие друзья, и вновь вы на канале Новые Горизонты. Но сегодня, дорогие мои, мы с вами поговорим о замечательном, прекрасном растении, о целебных свойствах которого знают немногие друзья. Буквально топчем под ногами это замечательное растение, дорогие мои. И это, друзья мои, конечно же, цикорий. Трудно переоценить лечебные свойства этого растения, друзья. Польза цикория очень велика. Прежде всего, дорогие мои, очень много есть тех моментов, о которых вы даже и не подозреваете. Вы прекрасно все знаете, друзья, что такое заболевание, как диабет, стоит вторым после раковых заболеваний в нашей стране. И особенно в некоторых регионах нашей страны. А вот дикорастущее растение с красивыми голубыми цветочками, друзья, выручит нас, поможет нам, предупредит возникновение такого заболевания, как диабет. По вкусу растение нам напоминает, конечно же, кофе. И у многих из вас, многие, я думаю, из вас балуются этим растением, любят это растение. Вместо кофе утром чашечка цикория или же на ночь для того, чтобы спокойно уснуть. Если кто, те люди, которые знают целебные, полезные свойства этого растения. Дорогие мои, мы это растение, повторяю, в буквальном смысле топчем ногами. А ведь это растение замечательное, прекрасное. Оно может служить нам прекрасным стимулом для похудания. Особенно те женщины, которые сейчас сидят на диете, которые кушают мало, тренируются тоже немного. А ведь если две чайные ложечки залить кипятком, стаканом кипятка и по полстакана принимать три раза в день перед едой, я хочу сказать, прекрасно очищает организм. Выходят все шлаки, друзья, стимулируют организм, подтягиваются все мышцы, все, как говорится, человек в тонусе, находятся в прекрасном жизненном тонусе. То есть цикорий прекрасно подходит всем гражданам, всем, дорогие мои, при ожирении. И тем людям, которые сидят на диете, тоже доктора, врачи, диетологи рекомендуют употреблять цикорий. Дорогие мои, посмотрите, вот у меня засушенное растение. Но вы прекрасно это растение уже знаете. Посмотрите. Его цветочки собирают, листики идут на салат. В Европе очень популярное это растение, особенно его листики. Кладут в салат замечательно. Но полезные свойства в основном в цветах, друзья, голубые цветочки, похожие на астрички. В некоторых регионах цикорий бывает и розового, бледно-розового цвета, и белого. В нашем регионе, в Уральском регионе, где-то на Кубане, в Сибири, в основном цикорий, цветочки голубого цвета. Друзья, полезные свойства у цикория, это прежде всего полезными свойствами обладает корень. Осенью, где-то в октябре, мы выкапываем этот корень. Корень, друзья, очень длинный. Его, выкопав этот корень, обмыть, посушить. И в течение пяти дней сушить можно и на солнце, можно и в теньке. То есть пять дней. Если вы торопитесь, то 12 часов в духовом шкафу, в вашем квартире, вы можете посушить эти корни. Корни цикория. Просушенные корни цикория обязательно нужно хранить, дорогие мои, в бумажном пакете. Или же можно в металлической банке. Эти корни хранятся где-то до трех лет. Срок годности корней до трех лет. То есть перед употреблением вы берете, например, ложку корней, их поджариваете до золотистого, светло-коричневого цвета. До светло-коричневого цвета. Затем на кофемолке промолите и употребляете как напиток, дорогие друзья. То есть это растение в прямом смысле мы топчем. Это растение находится у нас под ногами. Еще раз повторяю, цикорий прекрасный кладезь, лечебный кладезь для нас, для и женщин, и для мужчин. Конечно же цикорий употреблять можно и кормящим мамочкам. Прекрасно подходит вместо кофе тем людям, у которых высокое давление, тоже рекомендуют, конечно же, цикорий. Но те женщины или мужчины, которые обладают именно низким давлением, цикорий, конечно же, запрещается. Потому что цикорий понижает давление. Я еще разочек хочу подчеркнуть, дорогие друзья, что цикорий, корни цикория, самый главный, как говорится, элемент в этом растении для диеты. Еще раз подчеркиваю, для борьбы с таким заболеванием, как диабет. И, конечно же, друзья, я еще разочек хочу сказать, что именно полезные, целебные свойства этого растения, прежде всего, цветочки вот этого голубого цвета и корни. Корни собираются или же где-то в марте, чей регион позволяет выкопать. Ну а сейчас, дорогие мои, я хочу рассказать вам о приготовлении цикорного, например, чая. Одну чайную ложечку корней цикория мы заливаем стаканом кипятка. Затем доводим до кипения, остужаем и прекрасно добавляем где-то половину чашечки чайной ложечки в этот настой. И уже половина чайной ложечки меда. Можно чайную ложку, кто, как говорится, кому как можно употреблять этот напиток со сладким. Цикорий хорошо пить, конечно же, друзья мои, и с молоком. Он прекрасно усваивается с молоком, оказывает прекрасное свойство, противовоспалительное, жаропонижающее, успокаивающее, мочегонное свойство. То есть настой цикория обладает именно такими свойствами. Еще разочек повторю, противовоспалительное, жаропонижающее, друзья, успокаивающее, мочегонное, желчегонное и прекрасное, снотворное нам на ночь, дорогие друзья. Особенно тем людям, которые уже находятся на пенсионном возрасте, которые не могут уснуть. Утром вас бодрит прекрасная чашечка замечательного цикорного кофе. Вы прекрасно уже выше, я вам рассказывала, как готовить цикорное кофе. Кофе из цикория, друзья, прежде всего, приготовленное своими руками, самый целебный напиток. Повторяю вам, еще разочек, берем корни, просушиваем, где-то на сковороде поджариваем эти корни до коричневого, светло-коричневого цвета. Затем в кофемолке перемалываем эти корешки и одну-две чайные ложки на стакан кипятка. И ваш напиток готов, друзья. Ну что ж, я думаю, вам было интересно узнать о лечебных свойствах этого замечательного, прекрасного растения цикорий. Вот здесь я уже подсушила, я засушила это растение, сейчас я порежу его мелко, как говорится, и в пакет бумажный, и на сохранение. Вот такие растения, они хранятся где-то до года. Само растение и цветочки до года, друзья. А корни хранятся цикорией где-то до трех лет. Дорогие мои, утром чашечка цикорного кофе придаст вам бодрость, прекрасное настроение, даст вам энергию на свершение прекрасных, замечательных, добрых дел. Ну а вечером чашечка прекрасного цикорного чая или кофе успокоит вас и даст замечательный, благородный сон. То есть для пожилых людей этот напиток не заменил. Это должен быть напиток настольный, ежедневный. Потому что цикорий, помимо того, что он обладает такими свойствами, которые я сказала выше, он еще лечит и бессонница, дорогие мои. И, конечно же, прекрасный лекарь такого заболевания, как диабет. И это заболевание мы можем с вами, друзья, предупредить. То есть употреблять замечательный напиток. Замечательный напиток. Цикорный кофе или цикорный чай. А это растение цикория растет у нас, друзья, рядом с нами. Посмотрите налево, посмотрите направо. Это растение, именно этот период, июль, август, мы можем собирать цветы, листья и хранить, и употреблять. Я желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия. И всего вам доброго, друзья. До новых встреч на моем канале Новые Горизонты. Новые Горизонты. Новые Горизонты.